Добрый день, мои любимые зрители! Сегодня покажу полный уход за ручками, чтобы они были красивыми, нежными, не выдавали свой возраст. У меня очень сухая кожа рук. Вы, наверное, знаете, кожа на руках очень тонкая, чувствительная и очень быстро увядает. Ну и также влияют негативные факторы. И сделаем так, сделаем такой курс, чтобы руки выглядели молодыми. Это целый комплекс. Я вам покажу, как омолаживать, восстанавливать и снять усталость наших рук. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Первый сделаем омолаживающую ванночку для рук. Она делается 5-7 минут. И нам нужны такие ингредиенты. Почти горячая вода, ну, то есть комфортная для рук. Сок, корица, эфирное масло, лимон, сода и лимон. Лимон можно взять вот такой или выдавить из одного лимона. И также я беру вот такие вот камушки. При помощи их очень удобно делать массаж. Первым делом в воду нужно выдавить сок или из одного лимона. Или, как у меня, концентрат. Вот, я беру одну столовую ложку этого достаточно, такое количество воды. Здесь где-то примерно литр воды. Несколько капель эфирного масла лимона. Где-то 3-4-5. Так, пищевая сода на кончике ножа. И понадобится немножечко корицы. Вот такого количества будет достаточно. Добавляем камушки. Это для самомассажа. Погружаем руки. Ой, какой кайф, вы не представляете! И просто играемся камушками. Можно просто держать. Держим 5-7 минут, можно 10. А вот кольца, перед тем, как делать эти процедуры, желательно снять. Ни о чем не думаем, расслабляемся, думаем о море. Закрываем глазки и просто отдыхаем. После того, как прошло где-то 7 минут, будем делать другую процедуру. Руки ничем не смазываем, ничего не делаем. Просто сейчас подготовим следующие ингредиенты. Следующий этап, обязательный, это пилинг. Нам понадобится кокосовое масло, масло, эфирное масло чайного дерева и морская соль. В посуду, в которой будем готовить, добавляем 2 столовые ложки морской соли, 1 столовая ложка размягченного кокосового масла и 1-2 капли масла чайного дерева. Перемешиваем нашу смесь и будем делать пилинг. Нужно начинать делать пилинг с запястья кончиком пальца. После того, как я сделала пилинг, я просто смачиваю немного водой, убираю, но не сильно. И вытираю слегка какой-нибудь салфеткой. Ну и последнее, что я буду делать, это маска. Она обязательно, это отличная омолаживающая маска для рук. Нам понадобится яичный желток, лимонный сок и масло. Масло можно использовать, как я, кедрового ореха, можно использовать и оливковое. Берем только желток, взбиваем желток, 1 чайную ложку масла и несколько капель лимонного сока. Можно использовать и свежего лимона. Все, еще раз перемешиваем. И можно наносить на руки. Я приготовила уже перчаточки. Перчатки можно использовать такие вот одноразовые, можно использовать и лицинские, какие у вас есть. Обильно, обильно, прям наносим. Не жалея. И надеваем перчаточки. Осталась смесь. Долите ее сюда. Распределите. Главное, чтобы перчатки были непромокаемые. И оставляем минут на 15. Прошло уже 15 минут, даже, наверное, больше. Я так отдохнула прекрасно. Я делаю это примерно раз в неделю, вы знаете, к концу недели. Теперь снимаем наши перчатки. И просто споласкиваем руки теплой ватички. Чем не спас салон дома? Я думаю, ваши руки точно по достоинству оценят эти спа-процедуры. Также у меня к вам такая просьба. Напишите мне, пожалуйста, пользовались ли вы в домашних условиях парафиновой маской. Как она вам? Получилось у вас ее делать или не получилось? Может быть, делали в салоне. Всем заранее благодарна. Все, всем спасибо за внимание. До следующих встреч. Продолжение следует...